Здравствуйте. Защита прав и свобод граждан, обеспечение единства и укрепление законности, обеспечение верховенства закона. Эти задачи призвана решать прокуратура Российской Федерации. О том, как работа ведется на территории района, поговорим сегодня с Ахтубинским городским прокурором Сергеем Коноваловым. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Здравствуйте. На посту Ахтубинского городского прокурора вы не так давно, поэтому, конечно, хочется узнать о вашей профессиональной деятельности ранее. Наверняка есть и заслуги, и успехи определенные. Ахтубинский прокурор я с 15 октября официально приступил к исполнению обязанностей. До этого прошел путь от следователя прокуратуры Владарского района, до работника, руководителя одного из подразделений аппарата прокуратуры области с 2006 года в системе органов прокуратуры. Конечно, для меня это определенный этап, важное назначение, с достаточно серьезными и ответственными задачами, для решения которых мы, я и мой коллектив приложим все усилия. Какой у вас коллектив хочется, конечно, узнать, что себя представляет? Коллектив достаточно для районных прокуратур достаточно многочисленный, сплав молодости и опыта, высокопрофессиональные сотрудники, достаточно амбициозные, нацелены на результат, нацелены на восстановление прав и свободы граждан. Как вы с ними работаете? Первое впечатление только положительное. Я надеюсь, что у нас хватит сил, настойчивости, терпения и достигнуть те результаты, которые перед нами ставит руководство вышестоящих прокуратур. Каких-то особых принципов в своей работе вы придерживаетесь? Ну, все наши принципы заложены в федеральном законе о прокуратуре, мы им строго руководствуемся, прежде всего это обеспечение законностью. В разных субъектах, муниципальных образованиях зачастую существуют схожие проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, медициной, образованием, транспортными услугами. Здесь же взаимоотношения между работниками и работодателями. На что чаще всего жалуются жители Ахтубинской района, с какими проблемами они обращаются в прокуратуру? Ну, достаточно разнообразный спектр вопросов, которые ставят перед органами прокуратуры жители Ахтубинского района. Первое, что было сделано, проведен анализ обращений, их уже на сегодня свыше тысячи. Это за год? Да, это 2018 год. В основном это вопросы соблюдения законодательства об оплате труда, соблюдения жилищных прав граждан, обеспечения законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Оплата труда здесь на что жалуются? Что не вовремя выплачивается заработная плата? В зоне нашего надзорного внимания в настоящее время находятся две организации на территориях Ахтубинского района, в которых имеются проблемы со своевременной выплатой заработной платы. И мы держим их на постоянном контроле. Определенные результаты уже достигнуты. Пока ситуация не нормализуется, прокурорский надзор за деятельность этих организаций не ослаблен. А чем занимаются организации? Нужно? Это организации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одна из них обслуживает водоснабжение, по сути, весь Ахтубинский район, но ее все знают. Поэтому проблемы есть, но есть и понимание со стороны руководства организации, учредителей организации со стороны района. Обслужены это вопросы с руководством района. Я надеюсь, что в кратчайшие сроки мы найдем оптимальные пути решения. Все в этом заинтересованы, что люди должны получать заработную плату вовремя. Ну а такие проблемы, как в сфере образования, медицины, вот знаете, между собой очень часто люди обсуждают, что теми или иными вопросами они недовольны. А вот к вам в прокуратуру они обращаются? Вот обозначенный вами вопрос именно здравоохранения, образования, не сказал бы, что круг жалоб достаточно широк. Что это частые обращения. Вот за тот месяц, который я здесь, мы видим ряд проблем, но это в основном мы, опять же, видим их не из обращений. По детскому садику в Нижнем Кузьминчаке, вот есть вопрос. Вопрос какой? Там, ну, аварийное состояние детского садика. Мы этой информацией владеем, находимся в тесном диалоге с органами власти, понимаем примерно, что они делают и в каком направлении они идут. Наша задача, чтобы права детей, их родителей были обеспечены и соблюдены. И, соответственно, если для этого потребуется принять меры реагирования, они будут приняты. Если потребуется принять жесткие меры реагирования, будут приняты жесткие меры реагирования. Сказать, что массовое обращение или массовые проблемы, я не могу сейчас. Ни про сферу здравоохранения, ни про сферу образования, ни про сферу транспортного обслуживания. Если такие проблемы есть, я бы хотел бы в кратчайшей перспективе, в кратчайшем сроке получить эти сигналы от жителей города, чтобы мы могли в них основательно, досконально, используем ресурсы прокуратуры городской и уполномоченных органов контроля. Мы не одни в системе надзора и контроля на территории района и города. В этих проблемах, чтобы мы могли разобраться. Тема капитального ремонта, ну, так же время от времени волнует ахтубинцев, ну, поскольку подрядчики, которые ведут эти работы, либо сроки срывают, либо некачественно выполняют работу, такие обращения были? Вопрос обеспечения законности при капитальном ремонте, он, безусловно, актуален. Работа ведется, формируется в фонд денежных средств за счет взносов граждан. На указанные цели в целом по области, в том числе ряд проектов, реализовывалось и реализовывается на территории. Города столкнулись мы с определенными нарушениями, в частности по домам по улице Жуковского, вот буквально. В течение этого месяца были приняты меры реагирования, несовременно был сдан дом, уже начало отопительного сезона, он начался, отопления не было дома. Мы отреагировали, в результате рассмотрения наших актов прокуратуры, нарушения устранены, дома по Жуковскому, по имеющейся информации, обеспечены теплоснабжением. Поэтому мы с учетом социальной значимости данных вопросов, держим их на постоянном контроле и без внимания не оставим. В числе функций прокуратуры не только надзор за соблюдением действующего законодательства, но и проверка самих нормативных правовых актов. Как в районе обстоят дела с местной правовой базой? Я вот знаю, что прокуратура периодически присутствует на заседаниях советов, района, города. Вы отслеживаете, да, какие законы на местах принимаются? В соответствии с требованиями закона и наших организационных документов, мы непосредственно принимаем участие в проверке законности как проектов нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, так и даем оценку законности по следующему их принятию. Проводятся права, экспертизы соответствующие и антикоррупционные. Мы не единственные субъекты в этой системе. Есть еще учреждения Минюстов, но и на уровне области. Есть представители независимых общественных организаций, которые уполномочены на проведение антикоррупционной экспертизы, которые могут нам в этой работе помочь. Сами органы власти, как городских поселений, так и района ведут тоже достаточно серьезную работу для того, чтобы обеспечить своевременную актуализацию региональной базы, местной базы в соответствии с изменениями на уровне федерации, на уровне субъекта федерации. Как одна из функций в этой работе наше участие в непосредственных заседаниях представительных органов власти. В одном мне уже посчастливилось принять участие на уровне администрации района, достаточно плодотворно и интересно. Я вижу, как эта работа выстроена, вижу, что люди нацелены на реальный результат. Имеются недочеты, но представьте порядка тысячи правовых актов, если я не ошибаюсь, мы уже посмотрели, только за всех период 2018 года, порядка 200 нарушений. Выявлено, приняты соответствующие меры реагирования. В идеале, конечно же, результат нашего труда, если мы реагируем на этапе разработки проекта. Может, не всегда это удается, и зачастую приходится приносить соответствующие протесты или принимативные меры реагирования. Вы уже упомянули о том, что со всеми вопросами, которые ахтубинцы волнуют, они могут обращаться в прокуратуру. А есть ли такие вопросы, в которых в прокуратуре требуется помощь населения? В целом, заинтересованы в их взаимодействии с населением. Население для нас – это как непосредственно самый важный объект обеспечения прав, социальных прав и иных прав граждан, так и источник информации о нарушениях закона, каких-то глобальных тенденций, которые требуют нашего вмешательства и оценки с нашей стороны. Поэтому в прокуратуре для этих целей разработан график соответствующий. Я в каждую среду, а мои заместители в понедельник и в пятницу, иные старшие помощники, иные помощники, каждый день на рабочем месте готовы принять каждого гражданина, выслушать его, вникнуть в его проблему и постараться принять необходимые меры. Может ли население вам со своей стороны также помочь? Конечно. Каждый сигнал – это помощь. Ну, сообщить какие-то факты, например, реализации. Конечно. Каждый сигнал – это помощь. Периодически практикуем проведение горячих линий. Вот сейчас актуальный, как мне кажется, результатом изучения материалов уголовных дел, когда пытаешься анализировать причину и условия, способствующие совершению преступления, нахождение в состоянии алкогольного пьянения. В смотре материала при каких-то обстоятельствах люди умудряются приобретать алкоголь в неурочные часы, запрещенные законом Астраханской области, в ночное время. Если имеется сигнал со стороны населения, мы готовы их принять и обеспечить работу уполномоченного органа полиции на выявление и пресечение данных фактов в требуемом режиме. В ночное время алкоголь продаваться не должен. Он не должен продаваться без лицензии. Если люди об этом знают, мы готовы принять сигнал. Если вы нам поможете распространить информацию о проведении данной горячей линии, мы вам будем очень благодарны. Ну вот в России 2017 год прошел как год экологии. Немало сил было направлено на борьбу с нефункционированными мусорными свалками. Работа эта плавно перешла и на год текущий. Как оцениваете ситуацию сегодня? Вопрос актуальный. Система достаточно новая. Астраханская область – это один из первых регионов, который внедрил в систему работы с региональным оператором. Мы одними из первых регионов, кем была утверждена схема размещения отходов в целом стране. Поэтому при интеграции данной схемы в жизнь, конечно же, столкнулись с определенными сложностями. Но я считаю, что уровень законности в настоящее время, по сравнению с тем, что было в начале пути, значительно лучше. С проблемой мы сталкиваемся. Мы проанализировали, есть у нас сообщения и отработанные материалы по инстанционированным местам накопления. Не отработанные актами прокурорского реагирования. Где это, как правило, происходит? В муниципальных образованиях. Конечно же, фиксируются факты. Есть свалки, насколько я понимаю, они годами уже сформированы, эти свалки. Я имею в виду, где те точки, если мы говорим о муниципальных образованиях. Ну, конкретно, Андрей Са, я не могу сказать. Практически каждое муниципальное образование может найти место, несанкционированное накопление отходов. Чья это территория? Собственных земельных участков, или это, если земля нераспределенного фонда, то это муниципальное образование, несет ответственность за содержание территории. И если свалка образовалась и продолжает накапливаться, и мера к ее ликвидации не принимается, и к последующей рекультивации земель, в том числе, я хочу обратить внимание. Потому что в результате этого накопления причиняется ущерб землям, экологии. Мы реагируем от внесения представлений до обращения в суд. Все наши судебные решения удовлетворены, у нас нет практики отказа в этой сфере. Дело в обеспечении реализации судебных решений. Здесь уже работа за нами, за судебными приставами, и за органами власти, которым нужно найти для этих целей соответствующее бюджетное финансирование. Я уверен, что мы, опять же, в тесном взаимодействии найдем пути решения, и наша работа благоприятно скажется на уровне экологической безопасности Ахтубинского района. Ну а в нынешнем году, внимание, в стране привлечено к волонтерской деятельности. Прокуратура и волонтерское движение могут иметь точки соприкосновения? Конечно. Это, вне зависимости от года волонтерства, который сейчас проводится, мы в целом нуждаемся в тесном взаимодействии с общественностью. Это большой ресурс для нас. Большой ресурс информации, помощи в обеспечении законности. Я был бы очень признателен представителем общественных организаций к осуществляющим деятельности на территории района, представителем волонтерских организаций, если бы они нашли время встретиться, обсудить со мной в рабочем формате те проблемы, с которыми они сталкиваются, какой помощи со стороны прокуратуры они нуждаются. Мы бы обсудили те наши, возможно, совместные проекты и планы, в каком направлении мы пойдем, на что обратим внимание, чтобы все вместе обеспечить исполнение законов на территории Автубинского района. На личный прием к прокурору можно попасть? Конечно. Как это сделать? Конечно, можно попасть. Мы открытые. Каждую среду я на месте. Ну, без исключения, если, конечно, нет какого-то срочного совещания или каких-то публичных мероприятий. Мои помощники, мои заместители тоже всегда на месте. Уже только вот в этом, за этот месяц, по ряду жалоб, поступивших на личном приеме, у нас есть реальный результат. Когда люди приходят с нарушением прав от индивидуальных предпринимателей до простых граждан. Приняты меры реагирования, права граждан восстановлены. Поэтому я призываю граждан доверять органам прокуратуры. Мы для граждан, для жителей города и района открыты. Вот, конечно, подошло уже время попрощаться. И все-таки, Сергей Сергеевич, может быть, Вы немножечко расскажете, если мы говорим, что обращения от жителей поступают. С чем они связаны, такие характерные? Я не знаю, может быть, жалуются на плохое состояние дорог. Ну, актуально для нас было вхождение сейчас в отопительный сезон. Понятно, что в сфере ЖКХ достаточно сложна, сложно организованная система. Да, то есть у нас порядка 40 тысяч населения только город. Там свыше 10 котельных, по-моему, 8 газовых. Крупные ресурсоснабжающие организации. ТСРЖ, управляющие компании. В этой системе, конечно, сбой хотя бы одного элемента сразу же сказывается на гражданах. Потому что это то, что мы ощущаем в первую очередь условия, благоприятные условия для проживания нас и наших семей, наших детей. Поэтому первые сигналы, первое обращение граждан, конечно, касались вопросов своевременного начала отопительного сезона. Были приняты меры реагирования, мы запустили газ на котельную. В сфере подачи тепла, как на коммерческие объекты были приняты обращения, принесли представление, обеспечено подача тепла. Уже обозначены вопросы капитального ремонта. Опять же по обращениям были приняты меры, гражданам нам об этом сигнализировали, обеспечена подача тепла. Недавняя ситуация по дому Пару в Люсенбурге, я не ошибаюсь, отсутствие электричества, тоже люди некоторое время при минусовой температуре находились без тепла, благодаря оперативному вмешательству органов прокуратуры, при тесном взаимодействии и поддержке органов местной власти, эта ситуация разрешилась, реальная помощь гражданам оказана. Поэтому мы открыты для любых сигналов и рады помочь. Мы работу не боимся. Будем трудиться на благо района и жителей района. Успехов Вам в Вашей работе. Спасибо за интервью. Спасибо за внимание нашим телезрителям. До встречи.